Всем привет! Я Донара Жуманова. Сегодня в студии 7. Китай, откройся! Спустя три года Пекин смягчил. Жесткий карантин, а теперь начинает спускать иностранных туристов. Формально все выглядит так, будто компартия идет навстречу. Протестовавшим и отходит от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Так ли это? И главное, если китайцы сейчас проживают весь ковидный ужас переполненными больницами и моргами, а границы открываются все больше, ждать ли очередной волны нам? Алматинцы, приготовьтесь! Суровые морозы идут к вам. Впрочем, и остальным не стоит расслабляться. Синоптики утверждают, погода почти для всех приготовила сюрприз. Что нас ждет и кто уже всерьез пострадал? Передвижное имущество. Россияне массово скупают машины в Казахстане в одной только Тюменской области. Число иномарок, вывезенных из нашей страны, выросло в 56 раз. Расскажем, как это отразится на нашем рынке. Взлетят ли цены? Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали. Друзья, вирусы наступают с нескольких сторон. Эксперты уже говорят о тридемии – опасной смеси из трех вирусов. А как защищаетесь вы? Голосуйте. Вернемся к теме чуть позже. А начнем с не менее важного – с погоды. Итак, казахстанцев ждут 40-градусные морозы. С таким неутешительным прогнозом выступили в Казгидромете. И не то, чтобы сейчас, матушка природа нас балует, но выходит, будет холоднее. Кому не позавидуешь, так это алматинцам, которым предстоит забыть на время про тепло и прогулки без головного убора. В ближайшие несколько дней горожане по-настоящему поймут астанчан. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 30, плюс ко всему город ждет снегопад. Впрочем, не только Алматы попадет под власть антициклона. Екатерина Белоусова расскажет подробнее. Крепкие январские морозы сегодня наблюдаются по всей стране. Причем сопровождаются они туманом, сильным снегопадом, метелью и гололедом. Синоптики говорят, что в ближайшие три дня по-прежнему будет господствовать, собственно, виновник непогоды – северный антициклон. В центральной части, на востоке, северо-западе и севере ночью ожидаются морозы до минус 43 днем. Столбик термометра будет держаться в районе 30 градусов ниже нуля. Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории Казахстана, смещаясь к южным регионам республики. А в такой ситуации сильные морозы сохраняются на большей части страны. В горных районах юга и юго-востока ожидается выпадение сильного снега. В центре основной фон ночью минус 40, на юге минус 30 мороза. Днем повышение от минус 30 до минус 26 градусов. Каждый из регионов эти морозы переживает по-своему. В Экипостузе, например, по-прежнему отключают теплоснабжение для ремонта тепломагистрали. Горячими минувшие выходные выдались и для спасателей. Пришлось перекрыть больше сотни участков автодорог, как республиканского, так и местного значения. Но вызволять застрявших в снежных заносах автолюбителей и их пассажиров все же пришлось десятками. Потому что, по традиции, не все с пониманием отнеслись к ограничению движения. В Каргандинской области водители окружили патрульные машины, преградившие им пути требовали разрешить проезд. Многим дальнобойщикам и вовсе пришлось ночевать на трассе. Я видел, что дорога закрыта, но я все-таки поехал, потому что срочно нужно было на работу. Конечно, это риск. Я понимаю. Двигался с Европы в сторону Алматы, не доезжая к хронталу трех километров на подъеме. Завис. Машина не вытянула, забуксовала. Приезжали. МЧС приезжала, принимала активное участие. Дорсстрой приезжал. В Карганде уже несколько дней ищут пастуха. Известно, что он на лошади в метель выехал с зимнего пастбища в неизвестном направлении и не вернулся. Нулевая видимость и гололед привели и к череде аварий. На севере страны двое человек погибли в результате лобового столкновения на трассе. Также на участке дороги Астана-Петропавловск произошло массовое ДТП. Из-за непогоды столкнулись 9 легковых машин и фур. Практически во всех регионах, учащиеся с 1 по 9 класса, например, в Петропавловске, Астане и Семее, и по 11 классы сегодня не пошли в школу из-за сильных морозов. Обучение провели дистанционно. На данный момент более 140 транспортных средств стоят на пропускных пунктах и ожидают открытия автодорог. За текущие сутки эвакуировано и спасено 108 человек, в том числе 9 детей. 32 участка автодорог, к данному часу, из которых 3 республиканского значения, остаются закрытыми. В ряде регионов завтра также объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и полицейские призывают не рисковать и переждать непогоду в тепле. Екатерина Белоусова, Дмитрий Рура, Студия 7. У кого из-за непогоды значительно прибавилась работа, так это у сотрудников МЧС. Все эти дни они искали людей тех, что проигнорировали предупреждение синоптиков, вызволяли пострадавших из снежного плена и то ли еще будет. К другим темам. Китай открыл границы. Пока почти весь мир заражался ковидом, болел, формировал коллективный иммунитет, Поднебесная находилась своего рода в вакууме. Шлагбаум был закрыт, а внутри КНР соблюдались жесткие карантинные меры. Заболел кто-либо в миллиардной стране, они же сразу вводили строгие ограничительные меры. И с этим были категорически не согласны китайские активисты. Они выходили на митинги, требуя отменить суровую политику нулевой терпимости к ковиду. И, судя по всему, своего добились на первый взгляд. И можно сказать, что у свободы оказалась обратная сторона. Эпид-ситуация в Китае катастрофически ухудшается. СМИ сообщают о переполненных больницах и моргах. О цене вопроса расскажет Сабина Тургаева. Первым вестником свободы для жителей Китая стало возобновление перемещения внутри самой страны. Если точнее, между материковой частью и Гонконгом, который имеет особый статус в составе. Позже были оглашены и другие послабления. В частности, прибывающие в КНР уже не должны уходить на обязательный карантин. Теперь им только нужно предъявить отрицательный результат теста на ковид-19. Отменили ограничения и на выезд за границу для самих граждан Поднебесной. Первый рейс с китайскими туристами приземлился сегодня в Бангкоке. На выходе их встречали с новогодними подарками. Я чувствую себя хорошо. Китай смягчил политику. Я чувствую гостеприимство тайцев. Нам подарили небольшие подарки. Я очень счастлив. У меня все еще есть некоторые опасения. Но большинство людей выздоровели от инфекции ковид. Поэтому я чувствую себя спокойно. Отказ Китая от нулевой терпимости к коронавирусу стал настоящим шоком для всего мира. Особенно учитывая, что еще в середине октября Си Цзиньпин утверждал, что страна продолжит непримиримую войну с ковидом и будет строго следовать всем ограничениям. Так и было, но в конце ноября по стране прокатилась волна антиковидных митингов. Эксперт Антон Бугаенко считает, что недовольство жителей, которые за три года пандемии устали жить в постоянном локдауне, были одной из причин открыться миру. Если в предыдущие три года мы наблюдали как раз одобрение и принятие населения, необходимости, мер по защите, то сейчас как раз уже, во-первых, люди устали, во-вторых, люди наблюдают за ситуацией во внешнем мире, а во внешнем мире ситуация складывается относительно спокойней, в первую очередь в вопросе коронавируса. И, соответственно, люди это видят и понимают, и действительно они начинают задумываться о том, что они слишком ли перегнули у нас в Китае, скажем так, с этими мерами. Однако говорить, что только лишь желание населения сподвигло руководство Поднебесной отойти от политики локдаунов было бы откровенным лукавством. Ограничение на передвижение людей, отсутствие туристов и приостановка крупнейших производств негативно сказались на экономике материкового Китая. Да и внешние факторы далеки от идеальных. Россия практически в изоляции, да и противостояние с Америкой на паузу никто не ставил. Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жан-Сиитов считает, что в таком положении у Пекина просто не было другого выхода, кроме как снять ежовые рукавицы. Среди молодежи из-за в том числе политики нулевой туперности безработица достигла 20%, экономический рост будет в пределах 2-3%. Хотя официальный Пекин заявил, что ожидается рост в размере 5,5%. Но это точно невозможно, потому что огромная часть городов, в том числе промышленных, таких как Чонгсин, Куанчжоу или Шанхай, они все были на карантине. Сразу после смягчения антиковидных мер на границе между Китаем и Гонконгом образовались многотысячные очереди. А многие страны, опасаясь новой волны заражений, напротив, стали ужесточать правила для въезда. Ко всему прочему, многие мировые СМИ стали публиковать информацию о рекордном количестве заболевших и даже умерших от коронавируса в Поднебесной. Однако не все так однозначно. Что на самом деле происходит в Китае, мы точно не знаем, потому что часть иностранных сведений, они говорят, что там сотни миллионов человек уже заразились, и там огромная смертность, там кематорий заполненный. А китайская официальная статистика говорит, что вот с декабря от коронавируса погиб только один человек и заразилось его пять тысяч чем-то. Ну вот, понятное дело, что эта статистика, скорее всего, неправильная. В справедливости ради стоит отметить, что, возможно, точных данных нет и в самом Китае, поскольку страна отказалась публиковать регулярные отчеты о количестве заразившихся. А сам коронавирус по новым правилам теперь можно перенести дома, без обязательной госпитализации. А пока даже не экспертам ясно одно. Свободное передвижение полутора миллиардов человек, которые с 2020 года были отрезаны от коллективного иммунитета, не могут не отразиться на общей эпид-ситуации. Сабина Тургаева, Ермек Махметов, Студия 7. Что примечательно, практически все то время, что Китай находился в самоизоляции, в адрес Пекина то и дело звучала критика. Нулевую терпимость не понимали и не принимали. Как мировые СМИ, так и Всемирные организации здравоохранения ВОЗ называла политику нулевой терпимости неустойчивой. Китаю предлагали сменить тактику, которая соблюдала бы права человека. Сейчас же не это больше всего тревожит мир. Страны ЕС переживают, а что будет теперь, когда можно не только в Китай, но и оттуда. Как открытые границы и нестабильная эпид-ситуация может повлиять на нас, мы спросили эксперта Асель Мусабекову. У нас нет достаточно данных, чтобы говорить, что есть угроза или ее нет. На что бы я обратила внимание, это вообще на этот простудный сезон. Потому что его называют 3DMI. Почему называют 3DMI? Потому что у нас три главных вируса, которые доставляют нам побольше проблем. Это первый коронавирус, в частности, это микрон его производный. Второй – это грипп. В этом году он очень активный. И третий вирус, который входит в эту 3DMI, это так называемый вирус РСВ, респираторно-сенситиальный вирус, который особенно опасен для маленьких деток до 2-3 лет и для пожилых людей, людей с астмой, с хоблой. То есть что нужно иметь в виду казахстанцам? Первое – это знать красные флаги, то есть знать, когда обращаться к врачу. Потому что здесь главное – найти этот баланс, не перелечить и вовремя обратиться к врачу, не стремиться к госпитализации, если госпитализация вам не нужна. Потому что вы знаете, что в инфекционном стационаре вы можете найти разные бактерии, которые устойчивы ко всему. Если есть симптомы одышки, особенно проблемы с дыханием у маленьких детишек, то это прямое показание обращения к врачу. Еще нельзя увлекаться в это время БАДами, потому что простудный сезон является чемпионом не только по госпитализации инфекционных заболеваний, а также чемпионом по токсическому поражению печени из-за БАДов. В общем, не теряем бдительность и продолжаем активно следить за своим здоровьем. Возвращаясь к Китаю, развитые страны от КНР закрываться не стали, но тем не менее меры кое-какие все же приняли. Так, например, США уже ввели ограничения для прибывающих из Поднебесной, въезд открыт для тех, кто лабораторным способом подтвердил свой зеленый статус. К подобным мерам, вероятно, прибегнуты в Евросоюзе, Комитет по безопасности здоровья сверяет часы со всеми странами, входящими в ЕС. Я Данара Жуманова, это «Студия 7». Друзья, не забываем про опрос. Вирусы наступают с нескольких сторон. Эксперты говорят о тридемии. А как защищаетесь вы? Голосуйте, подведем итоги вместе. Итак, к деятельности сам рук Казана вновь возникли большие вопросы. Депутаты Мажелиса потребовали срочно проверить финансовую стратегию фонда. Парламентариев возмутил тот факт, что в период, когда доход нацкомпании превышал триллион тенге, дивиденды государству не дотянули даже до 200 миллиардов. Остальные деньги, как говорят мажелисмены, сам рук Казана разместил на депозитах в банках второго уровня, а те, в свою очередь, покупают ценные бумаги Министерства финансов, говоря проще, передают обратно государству деньги, но уже под проценты. А делю Нербаев подробнее о простой и в то же время хитрой схеме заработка. Для начала стоит объяснить, что фонд Самрук Казана хоть и принадлежит государству, но решает, куда и как вложить деньги самостоятельно. И учитывая риски, возможно, хранить свободные деньги на депозитах – вполне себя оправданное решение. Здесь интереснее поведение банков. По сути, их задачей в идеале считается кредитование экономики, то есть выдача кредитов малому и среднему бизнесу. Но тут у банков возникает вполне резонный вопрос. Если есть возможность получить больше выгоды, зачем выбирать меньшее? Судя по цифрам депутатов Мажелиса, ценные бумаги государства – это надежные и доходные вклады. К примеру, облигации Минфина. Доходность – 14,5%. Полная гарантия возврата и другие плюсы. Спрос на эти бумаги составил баснословные 400%. С точки зрения бизнеса все предельно ясно и оправдано. Банки получают деньги государства в виде депозитов. Отдают их, опять же, государству в кредит и получают свой доход. Другими словами, зарабатывают как посредники между квази-государственными компаниями и самим государством. Сама модель управления государственными, народными, я называю, деньгами, а квази-госсектор – кто хозяин, понятное дело. Основной превалирующий акционер – это все государство. Сама модель управления этими деньгами, она, получается, порочна, понимаете. Просто триллионы остаются там в бюджет, в качестве дивидендов какие-то крохи там идут. И все это, каким образом распределяется, никто не знает. И вот, в частности, антикор, все, что мог, он из себя выжил там, да. Они говорят, что есть такие субъекты квази-государственного сектора, которые на депозитах в банках размещают ликвидность. И если доходы по депозитам убрать, то там других доходов и нет. Депутаты обратились в высшую аудиторскую палату. Это бывший счетный комитет. Там заверили, что возмущение народных избранников обосновано. Но проверить именно сам рук казана сейчас они не могут из-за загруженности. Экономист Арман Бесимбаев считает, что проблема такой инвестиционной политики кроется не в фондах и банках, а в самой системе, когда финансовые кризисы и госполитика просто не дают других альтернатив, куда вкладывать свободные средства. Какая отдача? Если малый бизнес сегодня есть, завтра нет. А почему? А потому что налоговый кодекс у вас сегодня вот такой, а завтра он другой. Риски кредитования бизнеса в нашей экономике запредельные. Понятное дело, они получили эти деньги от сам рук казанных, и они разместили их в наиболее, скажем, очевидный источник. Облигации Минфина нет. Доходность вкусная, вполне себе адекватная, нормальная. Ну вот, пожалуйста. Зато гарантированно. Гарантированно самим государством. Рыночные риски понятны, но банки как раз таки созданы для того, чтобы эти риски делить вместе с бизнесом и государством. Этого же мнения придерживаются и депутаты. Они считают, что вклады сам рук казана необходимо проверить, и если их опасения подтвердятся, то ввести срочные изменения в работе фонда, чтобы народные деньги работали во благо самого народа, а не для надежности и доходов частных банков. Правда, вопрос, когда начнется проверка фонда, пока остается открытым. Аделин Нербаев, Медит Исапанов, Студия 7. Ну что ж, судя по всему, нас ждет продолжение этой истории. Ждем с нетерпением. И к не менее важному. Россияне все чаще стали покупать автомобили из Казахстана. Об этом пишут журналисты РБК. Приводят статистику Тюменской области, граничащие с нашей Североказахстанской. Если до войны в Украине и последующих санкций жители региона вывезли 12 авто из нашей страны, то в прошлом году 668. Рост налицо. И это статистика только по одной приграничной области. Каким последствиям быть, узнаем у генерального директора Центра анализа и мониторинга авторынка Артура Мискаряна. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Прямо с Новым Годом. Совсем недавно мы виделись в нашей студии. Спасибо большое. Собственно говоря, мы знаем только статистику одного региона. Хочется узнать, есть ли информация, какой в принципе был спрос со стороны России на авто из Казахстана. Да, у нас есть усредненные данные за неполный год 2022. И судя по этим данным, которые следуют из отчетности российских дилеров, мы понимаем, что в целом из Казахстана ежемесячно вывозится от 500 до 800 новых автомобилей. Ежемесячно. Да, ежемесячно. И, собственно говоря, это то количество техники, которое реализуется по всей стране в России. Но, Донаро, разрешите сказать, наверное, вот о чем. Когда мы с вами читаем заголовки или слышим о том, что россияне все чаще скупают автомобили, или россияне опустошают наши автосалоны, очень важно понимать, что значит каждая конкретная цифра. Потому что вот сама по себе цифра 500 автомобилей в месяц или 800 автомобилей в месяц, она ведь, по сути дела, ничего не говорит ни вам с нами, ни нашему с вами зрителю. Дело в том, что весь российский автомобильный рынок по итогам 2022 года, это 800 тысяч, ну почти миллион проданных автомобилей. Соответственно, каждый месяц в России продается примерно 65-67 тысяч новых автомобилей. Каждый месяц. У нас по итогам прошедшего года по всей стране в целом дилеры продали 120 тысяч новых автомобилей. То есть за весь год у нас в Казахстане продано столько, сколько в России продается за два месяца. И возвращаясь к словам о том, что там россияне скупают автомобили, надо понимать, что у России есть своя определенная структура импорта на российском авторынке. И основной поставщик автомобилей в России сейчас это, во-первых, Китай, во-вторых, Южная Корея, в-третьих, Дубай, ну и Япония в меньшей степени сейчас. Казахстан в этом топе стран поставщиков автомобилей в России, он там скромно в конце топ-10. И в целом на Казахстан приходится, ну сейчас, по всей видимости, по финалу года меньше 5%. Но это скромно по меркам России, в силу того, что это огромная страна. Просто когда ты смотришь, статистика же такая вещь упрямая, и когда ты видишь, что тогда увозили 12 машин, а сейчас 668, у тебя просто возникает вопрос. Хорошо, разрешите я вас тогда перебью. Разрешаю. Дело вот в чем. Мы говорим о том, что 500-800 машин ежемесячно новых из Казахстана в Россию. Но давайте так, сколько мы сами у себя в стране в автосалонах покупаем автомобили ежемесячно? 10-11 тысяч. Соответственно, вот этот объем 500-800. Много это или мало? Ну да. Разумеется, как бы это немного. Даже в общих объемах нашего рынка, даже с учетом того, что там наш рынок в несколько крат, по сути, меньше по сравнению с рынком российским. Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, уместен ли вопрос о последствиях для авторынка? Быть ли каким-либо последствием, я имею в виду, рост цен или же дефицит машины? Хотя тут есть и другой фактор. Дело не только в войне в Украине, но и случившейся пандемии, которая сейчас... Неизвестно, что будет еще, грубо говоря. Быть ли каким-либо последствием? Ну, знаете, я так полагаю, что спрашивая о последствиях, вы имеете в виду цены? Цены и наличие машин. Ну, потому что мы живем в обществе, и я слышу периодически, что нет машин, нет машин, не хватает машин. Смотрите, ну да, проблема там с нехваткой автомобилей есть во всем мире. С конца 2019 года пандемия, локдауны, дефицит микрочипов, которые используются при производстве автомобилей. И в целом кризис недопроизводства во всем мировом автопроме сейчас есть. Да, эта проблема останется, к сожалению. Судя по внешней конъюнктуре рынка, в 2023 году существенного смягчения вот этой проблемы не будет. С точки зрения того, что будет с ценами вообще, надо понимать, что рост цен это такой процесс перманентный. Когда мы говорим об автомобильном рынке, когда мы говорим о рынке техники какой-либо вообще. И в целом в условиях, когда у нас предложение намного меньше, к сожалению, такого реальность, чем спрос, цены будут расти. Другое дело, что в этом году все-таки по нашим прогнозам рост цен будет все-таки гораздо более сдержанный. Разумеется, мы в первом квартале увидим ежегодную, можно сказать, традиционную индексацию, которую проводят дилеры. Но это связано там с некоторыми изменениями, нововведениями в модельном ряду автомобилей. Ну и с валютным фактором, разумеется. Но в целом, если сравнивать с 2021-2020 годом, когда мы фиксировали по некоторым моделям, рост на 30-34%, по-моему, был рекорд на одну модель немецкого автопроизводителя. То в этом году, разумеется, такого не будет. Почему? Потому что все-таки худо-бедно производственные мощности внутри страны растут. И спрос все-таки потихоньку удается удовлетворять. Поэтому такого галлопирующего роста цен не будет в этом году. А скажите, пусть и незначительно с экспертной точки зрения объем вывозимых авто в Россию, может ли это, знаете, стать поводом для надуманного роста цен? Ну то есть у нас же дай повод поспекулировать, да? И вот все, люди поднимают. Ну смотрите, мы же с вами сейчас рассуждаем о рынке новых автомобилей. Автосалоны, они, собственно говоря, не могут ставить цену, ну давайте скажем прямо, они не могут ставить цену такую, какую хочется поставить. Это могут сделать те, кто перебывает. У них есть дилерские соглашения, например, с дистрибьюторами и с головным брендом. И, собственно говоря, есть РРЦ, рекомендованная розничная цена и плюс еще незначительный коридор, который дается либо головным брендам, либо дистрибьюторам, автодилеру. Все, в этих пределах каждый дилер будет двигаться. Другой вопрос, что если Донар Жуманова приходит в автоцентр, покупает автомобиль за, например, 10 миллионов тенге, и идет выставлять его на колеса за 15 миллионов тенге. Кто-то может это запретить Донаре, никто не может запретить. Хороший, шучу. Донара понимает, что на любой товар, при любой цене есть свой покупатель. И, собственно говоря, таким вот образом Донара и ее условные подруги, например, могут попытать счастья, продать автомобиль. И да, в этом смысле, конечно, вторичный рынок, как явление такое стихийное, оно гораздо менее предсказуемое и гораздо хуже измеряемое по сравнению с рынком новых автомобилей. Заключительный вопрос. Те условия, что наблюдаются в мире, в том числе и с пандемией, геополитические реалии, да, непростые. Хочется понять, что будет с нашим автопроизводством, которое, как вы сами сказали, развивается худо-бедно. Все-таки быть к какому-либо росту. Кризис – это же в то же время возможности. Да, это такой модный, оптимистичный тезис, действительно, да. Понятно, что в автомобильной отрасли Казахстана есть проблемы, например, с кадрами. И это кадры как технические, техническо-инженерные, я бы сказал, так и кадры, например, даже на уровне менеджмента. Ну, реально, дефицит кадров есть. При этом есть очень-очень жесткая и насущная необходимость повышать производственную мощность. Во-первых, все еще остается неудовлетворенным спрос внутри страны. И, во-вторых, мы с вами видим, что есть все-таки спрос извне, ну, спрос со стороны других стран. И, собственно говоря, рынок так устроен, ты должен адаптироваться, там, ну, хочет ты этого или нет. И, соответственно, да, в этом смысле хочется пожелать автопроизводителям казахстанским в наступившем году, хочется им пожелать наращивания производственных мощностей, решения кадровых вопросов, ну, и, собственно, стабильности, потому что, как и любой, собственно, крупный и технологически сложный бизнес, автомобильная отрасль, конечно, нуждается в стабильности, потому что, когда мы видим там меняющиеся условия, то инвестировать и адаптироваться... В общем, вы оптимисты, и стакан наполовину полон. Я вас поддерживаю. Я надеюсь тоже, что все-таки мы не зря на что-то надеемся. Извините за тавтологию. Артур, спасибо вам огромное за уделенное время. Спасибо вам. Друзья, пора прощаться, но прежде давайте вместе подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Он звучал так. Как вирус наступает с нескольких сторон, как защищаетесь вы? И вот больше трети, 38% переболели, опрошенных, я имею в виду, зрителей студии 7, около 36% выбрали ответ «Укрепляю иммунитет», я в этой категории. На этом все. Встретимся с вами завтра в это же время на седьмом. Пока. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Студия 7». Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно. Спасибо. 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 Спасибо.